Корпорация Монстров. Семь теневых банкиров задержаны на неделе. Схема была простая. Нелегалы приносят черный нал, через подпольные кассы деньги уходят из России, причем не только на родину нелегальных тружеников. Спецслужбы подозревают, что часть наличных отправляли боевикам из Хизбут-Тахрир, террористической организации, запрещенной в цивилизованном мире. Мой коллега Тимур Сиразиев постарался сам отследить эти денежные потоки, чтобы понять, где теневая экономика выходит на свет, чтобы отмыться. Заснули миллионерами, проснулись подозреваемыми. Задержанные создали подпольную финансовую империю, которая обслуживала крупнейшие рынки столицы. Это рынки, на которых работают нелегалы. Ну, в том числе и легалы, которые иностранцы, которые не хотят светить свои доходы. Доходы – сотни миллионов рублей ежедневно, наличными и никаких документов. Я прихожу, мне дают чек. Это в любом магазине, а здесь рынок. Какой здесь чек? Я вас умоляю. Это море неучтенных наличных денег уплывало в хранилище задержанных, а после – за рубеж. С одной стороны, торговцы на рынках. У них много наличных, но нет возможности безопасно вывезти их за рубеж. С другой – коммерческие фирмы. У них есть деньги на счетах, но нет возможности обналичить их, не заплатив налоги. Преступное сообщество и было проводником между этими двумя мирами. Мне нужно обналичить 10 миллионов рублей, чтобы выдать серые зарплаты, чтобы подкупить чиновников. Я перевожу по фиктивным основаниям, денежные средства завожу на фирмы-однодневки, подконтрольные преступному сообществу. И из этого черного налога, который здесь организуется, деньги не отдают за вычетом процентов за сделку. И эти деньги в безналичной форме по другим фиктивным основаниям переводились на расчетные счета других фирм-однодневок, а в дальнейшем транзитились на офшоры за границу. А потом из этих вот фирм, которые зарегистрированы на офшорах, они переводились в те места, которые требовали заказчику перевода денежных средств. Схема наглядно показывает, как тесно взаимосвязанный бизнес легальный и преступный. Это и есть теневой рынок. Его можно разделить на две части. Первая – криминальная. Продажи наркотиков, оружия, доходы от проституции, любой другой незаконный бизнес, деньги, украденные из бюджета взятки. Вторая – неформальная. Это когда предприятие есть, а доходов почти нет. То есть прибыль от легального бизнеса уводится из-под контроля государства. В Европе теневая экономика на 90% – криминальная часть. В России доли неформального сектора намного больше. По сути, в стране действует вторая экономика, вторая кредитная система, которая полностью не контролируется государством. Это словно параллельное измерение. Здесь также производят товары, оказывают услуги. Но только не платят налоги, а все расчеты происходят наличными, то есть черным налом. В больших количествах он понадобился, в таких вот промышленных, когда стали активно привлекать мигрантов, допустим, на стройки. Да, значит, ведомостей на всех нет, да, там официально не проводят. Нужны буквально вот партиями сундуки с бумажными деньгами. На этой неделе в аэропорту столицы ограбили гражданина Турции. Отобрали почти 3 миллиона долларов. Пострадавшие в полицию предпочитают не обращаться. Они создают свои службы инкассации. Одну из таких задержали в марте. Следователи установили, деньги шли через банки Дагестана. В них находились расчетные счета фирм «Однодневок». Мастер-банк, который недавно лишили лицензии, также, по мнению руководства Центробанка, был замешан в сомнительных сделках. Найти посредников, которые обналичивают деньги, нетрудно. Мы позвонили в одну из таких контор. Пишем заявку. Хотим обналичить 450 тысяч. Через час нам присылают счет. Нужно его оплатить, и деньги привезут наличными. Компания существует. Адрес липовый. Такого дома нет. Подобных фирм-призраков тысяча. За 8 месяцев этого года, по данным Росфинмониторинга, обналичено 523 миллиарда рублей. Если представить сумму в пятитысячных купюрах, получится, что из легального сектора в Теневой перевезли 5 самосвалов. За рубеж, по сомнительным основаниям, ушло около 3 триллионов рублей. Это почти два годовых бюджета Москвы. Можно сказать, что из России вывезли целый состав из 30 вагонов. Ее придумали в 16 веке, но схема актуальна до сих пор. Хавала, то есть передача. Отдаешь деньги в Москве, посредник звонит своему партнеру в другой стране, и тот сразу выдает деньги адресату. На столичных рынках этим способом пользуются мигранты, находящиеся в стране нелегально. Через банки они не могут направить, понимаешь, почему, да? Ну, я понял, нет, здесь один парень отправили, но я его, он без адреса, просто в сим-карту продают, так ходит. Зачем? Я один раз отправил с ним, я знаю, что он так ходит. Так в страны Средней Азии уходят наркодоллары и финансируются террористические организации. Одну из таких ячеек на этой неделе задержали на востоке столицы. Сапера вызывайте, здесь поезд шахида. Правоохранительные органы и Центробанк выступают за снижение количества наличных денег. В Европе их доли в общей денежной массе 10%, в России еще 10 лет назад она составляла 40%, сейчас 23%. Летом вступил в силу так называемый антиотмывочный закон. Он дал возможность более тщательно контролировать движение денег и строже наказывать за нарушение правил. Увеличилось и число возбужденных уголовных дел. Эти результаты – первые шаги в борьбе с теневым рынком. Ведь пока это лишь вершина айсберга, реальные размеры которого оценить практически невозможно.